Всем привет, с вами Тимоха и это уже седьмой выпуск Рабловости, рубрики в которой я рассказываю вам о последних новостях на нашей с вами любимой платформе. К моему удивлению, эту рубрику я начал выпускать чаще чем обычно, наверное это связано с тем, что количество новостей за последнее время увеличилось. В сегодняшнем дайджесте я вам расскажу про лимитки CSI, про грядущий почти что в кабучках Egg Hunt, про концерт 21 Pilots, про ивент Ванс и про новую капчу в Роблоксе, как же без неё. И начнём пожалуй с лимиток. Если вы смотрели моё последнее видео про ивент CSI, то вы скорее всего знаете, что там можно было получить вот такие вот 3 прикольные лимитированные вещи. Продавались они на моё удивление довольно дёшево, всего-то там за 70-75 робуксов. И когда я их покупал, я не думал, что они так взлетят в цене и так быстро. Потому что сейчас, допустим, перчатки, которые стоили 75 робуксов, продаются за 600 робуксов. Покупали все мы эти вещи почти что за одну цену, но продаются они сейчас немножко по-разному. Маску можно продать за 600 робуксов, ну или купить как вам угодно, а корону вообще она 1000 робуксов с лишним стоит, это вообще стонгс. То есть, если вы купили все эти вещи за их первоначальную стоимость, то вы подняли примерно 1500 робуксов, где-то так. Но, к сожалению, продать мы их можем только имея премиум. Но я думаю, что просто имея эти вещи у себя в инвентаре, вы как будто, ну чисто вообще, по кайфу, мы такие красавчики, у нас такие дорогие вещи есть. Короче, я всем доволен и вам советую покупать лимитки, когда вот они поступают в продажу. Хочешь дешевых робуксов, которые приходят ну очень быстро? Тогда rbx3.jg точно для тебя, ведь там не нужно будет ждать 14 дней. Вы только посмотрите, какой приятный курс. 25 робуксов стоят всего каких-то 10 рублей. Так и придут они на твой аккаунт всего за каких-то 5 дней. А если ты мечтаешь получить бесплатные робуксы, тогда переходи в официальную группу ВКонтакте rbx3. Там постоянно проходят розыгрыши на робуксы и различные активности, благодаря которым именно ты можешь стать тем счастливчиком, который заберет бесплатные робуксы себе. Все ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии. Буквально через 3 дня у нас стартует новый ивент, который будет именовать себя, ну почти что Экханта. Да, Экхант, можно сказать, возвращается. Ну, конечно, он будет опять китайским. Как говорит твиттер-аккаунт rbxEvents, это событие будет похоже на охоту за яйцами, но вместо того, чтобы искать яйца, мы будем искать загадочные коробки, чтобы выиграть призы. Если что, то вот такие призы мы сможем получить. Три вот этих бандла, как по мне, не очень выглядят, но вот последний вот этот мальчик с урагами или что это вообще такое, выглядит неплохо. И еще мы сможем получить две вещи. Это вот такой клоун у нас и вот такой цветочек из надувных шариков воздушных. Судя по скриншоту, там будет что-то вообще непонятное и странное. Там что-то будет, какие-то мини-игры, скорее всего. Но я надеюсь, там будет хоть какой-то челлендж, чтобы получить эти самые призы. Следующая новость у нас довольно веселая и для меня она лично радостная, потому что в Роблоксе скоро пройдет концерт 21 Pilots. И это та группа, которую я реально ждал, когда она даст свой концерт в Роблоксе. Потому что я ее очень давно слушал, потому что сейчас я ее особо не слушаю, сейчас я слушаю немножко другие треки. А 21 Pilots для меня, ну чисто такие немножко ностальгические эмоции вызывает. И поэтому я буду рад послушать их концерт, тем более в Роблоксе. Пишите ваше мнение в комментариях об этой группе, мне лично будет интересно почитать. Слили новые вещи по ивенту Ванс. Вот так они будут выглядеть. Скорее всего это все вещи, которые будут, но конечно могут еще добавиться и некоторые. И что-то мне вот это вот все разнообразие этих вещей напоминает кое-какой ивент, который начинается на Гу и заканчивается на Чи. Гуччи, да, вы правильно поняли. Мне кажется здесь тоже будут какие-то лимитированные вещи и я надеюсь, что бесплатные вещи тоже будут. Но по-моему, кстати, бесплатные вещи это у нас будет вот такая кепка, если я не ошибаюсь. Да, это по-моему она. И опять же, если это будет тоже ивент, как и Гуччи, то тут будут лимитированные вещи. И, ну я, скорее всего, вам буду об этом оповещать. Я про все, что будет в сегодняшнем выпуске Робловостей, скорее всего, буду снимать отдельные видео, когда эти ивенты и будут выходить. Ну и завершающая, довольно интересная новость, это новая Роблокс Капча. Как вы все знаете, Роблокс славится своей очень интересной и довольно сложной капчик, с которой не справляются даже некоторые взрослые. Да камон, мои друзья с ней постоянно мучаются и не могут со мной элементарно поиграть в Роблокс, потому что эта капча постоянно мешает. Но теперь, по заверению разработчиков, которые слили нам эту информацию, в Роблоксе скоро должна появиться капча, в которой мы должны будем выбрать из шести представленных нам плейсов, те плейсы, в которые мы недавно играли. Вот, допустим, я играл в Велком ту Блоксбург, там, Кросс Ротс и Бисварм, ну, еще Майнинг Симулятор. И все, игра как бы понимает, что это мой аккаунт, что это я сам, ну, как бы, кто может знать, в какие плейсы я играл, ну, наверное, только я. И она меня пропускает. Это довольно-таки хорошее решение, и не надо будет какие-то там кубики выбирать, дарт, что-то там решать, крутить вот этих животных, все. Надеюсь, это в скором времени останется в прошлом. Вот такие вот хорошие новости. Ну, а каково ваше мнение насчет всех этих новостей? Опять же, оставляйте свои комментарии снизу под этим видео, будет интересно их все почитать. И давайте, напоследок скажу, вступать в нашу группу ВКонтакте, потому что, ну, там, во-первых, беседа есть интересненькая, там мемчики выкладываются смешные, новости, все вообще крутое постится, заходите, не стесняйтесь. Ну, а если здесь впервые, то не забываем подписываться на канал, звать друзей, ставить лайки и, конечно, пристаться в наш Дискорд-сервер. А с вами был Тимоф, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи. И вот тут вот побежали по страничке, по картинке, отличнейшие люди, которые донатили мне на стримах. Я, к сожалению, стримов уже давно не подключал, потому что у меня болело горло. Ну, оно и правда сейчас болит немножко, но, надеюсь, скоро пройдет.